Добрый день, уважаемые гости! А все предприятия нашего поселка так или иначе связаны со стройками Лисецкого района и всей России. Поселок Савинский по праву можно считать себя центром строительной индустрии Лисецкого района. На постаментах танки как солдаты, прошедшие сквозь ад жестоких войн. За что такая честь всем, всем понятно. За каждыми выигранный бой. На постаментах мощные орудия, их как солдат отчизны берегут. Светы приносят постаментам люди за каждый точный выстрел по врагу. А это Красс. Но есть свое отличие, своя отвага у его труда, своя в нем гордость и величие. Прославился он этим навсегда. Красс тоже знал смертельную усталость. Знал наслаждение, радостью побед. Ему в труде такое доставалось, что и сравнение подходящих лет. В нем гордым мирные дитя отражения. Он иномаркам спуску не давал. Рвал мускулы свои от напряжения. Но все, что надо было, выполнял. Любой водитель за его штурвалом был вынужден в труде героем стать. Таких героев в Савинском немало. И каждый Крассу был под стать. А Красс хоть и не нюхал дыма пороха, но обливался тысячу потов. На постамент его и ставит пороха. Красс заслужил народную любовь. Пусть Красс стоит, как символ мира долгого. На мир он потрудился, как никто. Он столько сделал нужного и доброго, что не забыть нам это ни за что. Праздник! Приступила к работе бригада строителей машинодорожного отряда номер 16. Тресно, Архлес, Желдор, Строя. Среди первых строителей. Федор Проскурин, Виктор Степанович Лобов, Виктор Мефодьевич Лобов и их супруги. Лидия Мамонтова, Александра Бородина, Любовь Семенова, Николай Пателицин, Валентина Корихова, Иван Баштыкалюк, Галина Лавыгина, Валентина Тарабаева, Зиналида Саркисова, Евдокия Палкина, Анна Гладкина, Анастасия Лобова, Нина Бурукова, Руфима Григорьева и другие. К сожалению, сегодня невозможно назвать всех первых строителей, но мы просим выйти на нашу импровизированную сценическую площадку присутствующих здесь первых строителей, которые в 1959 году приехали в Ставец. Примите наши огромные подарки на газету «Президентские новости», в которой уже вышла статья первых строителей, и, конечно же, наши аплодисменты. Слово предоставляется инициатору и главному организатору этого памятника Порохову Олегу Экзакуста Диановичу, генеральному директору ООО «Сайенс Бетон». Здравствуйте, дорогие друзья. Около двух лет мы вынашивали идею поставить память первым строителям. В этом году действительно юбилейным. Мы отмечаем 55 лет, когда сюда пришли первые строители. И вот те строители, которые за 30 лет построили заводы, фабрики, поселки городского типа, вот им все близкие поклоны. Потому что я прошел сегодня строительство, и, зная, как это трудно и тяжело, нам сегодня, правда, этого не сделать. Я низко кланяюсь вам с праздником вас, уважаемые ветераны. Снова предоставляется первому строителю поселка Савинске Ивану Ювеналевичу Миштыкалюку. Он есть сегодня? Да, одесса. Опа! Уважаемые товарищи, друзья, все мы здесь собрались сегодня для праздника, такого торжественного, как День строителя. Все вы знаете, что 55 лет назад мы на этом пустыре начали строить вот эти гиганты заводы. Построили мы. И мы гордимся тем, что наш труд вложен в эти заводы. С праздником вас, товарищи, Днем строителя! Спасибо. Слово предоставляется Кураптеву Игорю Юрьевичу, главе муниципального образования Савинское. Дорогие Савинцы и гости, слышны меня? Да! Вы срезал, но мне там лом. Вы знаете, я так понимаю, праздник вроде как удался немножко, да? Очень приятно, когда вот на любые наши такие начинания вы откликаетесь с душой, с теплотой, с радостью. Хочу, чтобы вот этот, отметил памятник, осталось у вас всех в памяти. В памяти о том, во-первых, бедному этого машине красный. Конечно, в памяти у нас останется незаменимый Олег Экзакуста Дианыч Борохов, который все это организовал. Всех вас с праздником! Отдыхайте, веселитесь с праздником! Слово предоставляется первому секретарю Плесецкого райисполкома Роберту Александровичу Скворцову. Уважаемые жители поселка Савинский, гости, коллеги и товарищи. Позвольте вас всех поздравить от имени районного комитета КПРФ съем строителя. Строитель – это фигура, созидатель. Именно строители создают и рабочие места. После строителей процветает поселок, район, город и вся страна. Сегодня событие тоже важное. Я думаю, что это первый памятник всем строителям. Строителям не только по профессии, но всем тем, кто участвовал в строительстве. Это и медицинские работники, работники образования, торговли, железнодорожники и многие-многие другие, которые живут, откудутся, отдыхают в поселке Савинский. По инициативе первичной организации КПРФ, завета ветеранов поселка Савинский районный комитет КПРФ, мы представили документы для награждения некоторых товарищей памятными медалями ЦК КПРФ. Позвольте мне по поручению президиума ЦК вручить эту медаль. Савинский районный комитет КПРФ награждает памятную медалью в заменовании 90-х годовщины образования СССР ООО «Савинский бетон» Генеральный директор полисов Олег Кирзакуст и Диод Янович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы все помните, что цементрный завод получил заслуженное Звание Цементрный завод имени 50-летия СССР Пусть вот эта медаль напоминает И я думаю, что мы все-таки инициаторы установки памятника О нем должны заботиться, чтобы у него здоровье было И подаем ему еще кепку надписью СССР Дорогие товарищи, памятная медаль и его знаменование 90-летие образования СССР Пограждается глава муниципального образования Плещевский район Сметанин, Вечер, Хабрик Пограждается глава муниципального образования Плещевского района Спасибо Пару снов, дорогие друзья Я искренне поздравляю нас сегодня всех С таким прекрасным праздником Белого строителя Соцветием этого прекрасного памятника Первым строителям поселка Савинский И очень немаловажно, что место расположения памятника имеет огромное значение Радом находится наш прекрасный Савинский цементный завод К сожалению, сегодня нет тех заводов, которые находились рядом Савинского завода спеццементных изделий Но есть люди, которые помнят историю становления строительной отрасли Плещевского района И нельзя сегодня здесь присутствует Роберт Александрович Потому что это тот человек, который в самом деле здесь Приложил огромные усилия для того, чтобы строительство всего Плещевского района Потому что в самом деле это был такой промышленный Он и есть промышленный район, но в те времена, которые мы сейчас вспоминаем с вами Это, конечно, был такой прорыв в истории всего нашего края А поселок Савинский это было плотом строительной индустрии Плещевского района Поэтому огромное спасибо Но эта медаль, скажем так, это аванс Потому что мы говорим 90 лет образования СССР Мы помним это государство, мы его знаем Мы его любим, потому что это наша история О истории надо гордиться О истории нашего Плещевского района, нашего поселка Савинского Мы должны гордиться в стране, потому что мы любим этот край Мы любим наших людей, наших строителей Поэтому с праздником, дорогие друзья Крепкого вам здоровья И будем заботиться об этом памятнике Потому что это наша, по с вами, память А память надо не забывать, память нужно чтить С праздником, дорогие друзья, спасибо Субтитры предоставляется председателю ветеранского движения За дорожью Наталье Николаевне Уважаемые жители, с праздником День строителей Ветераны, сегодня так, довольны этим праздником Довольны всем этим поздравлением Все благодаря всем устроителям этого праздника Всем я желаю здоровья, счастья И вы, что-нибудь поднятие с вами Я записала Спасибо большое И так, внимание, наступает торжественный момент Право перерезать ленточку Предоставляется одному из первых строителей Это Ивану Ивеналевичу Выштукалику Также главному организатору и строителю этого памятника Олегу Акзакуса Диановичу Порохову И Куроптеву Игорю Юрьевичу Главе муниципального образования Савинское Просим вас подойти Я думаю, что мы поддержим бурными аплодисментами Один кусочек ленточки просим у музея сдать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Блокоптеву Игорю Юрьевичу Замешается депутат областного собрания депутатов Попов Андрей. Ура! 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 Очень приятно, что памятник открыт, что он стоит на нашей земле, что поселок имеет такой прекрасный теперь памятник. Я поздравляю всех с Днем строителя, поздравляю с открытием памятника. И надеюсь, что теперь ставят доброй традицией приезжать сюда всеми свадьбами, фотографироваться и начинать жизнь именно с этого места. Я всех поздравляю с Днем строителя. Спасибо. Ура! Для вас поют Портникова Тамара Константиновна, орденоносец, бригадир штукатуров, маляров строительно-монтажного отреста номер 7. Вместе с коллективом «С неверные посиделки». Ура! 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ